МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! «Я желал бы всеми силами моей души, чтобы музыка моя распространялась». Это слова величайшего композитора Петра Ильича Чайковского. Сегодня у нас в студии заслуженный деятель искусств Украины, профессор Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Мутусовского Евгения Михалева. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что значит музыка Чайковского для вас лично и для мировой общественности? – Музыка Чайковского – это есть жизнь. Это красота, это добро, это благородство, воплощенное в звуках. Потому ей уготована вечная жизнь. Я думаю, что отношения к ней не только у меня подобные. Академия является инициатором многих конкурсов фестивалей, а для Луганска фестиваль, приуроченный Петру Ильичу Чайковскому, является масштабным событием. Скажите, пожалуйста, в чем отличие этого фестиваля от других? В неординарности программ. Если взять по порядку, концерт, спектакль по опере Евгения Онегин. Это совершенно новая форма, которая сейчас рождается в нашем учебном заведении, когда есть два плана – актерский и музыканский. Здесь же хор, здесь же хореография. И в постановке Владимира Сагана это будет нечто необыкновенное. Такого не было еще. Если пойти дальше, детская программа. Она называется «Дети играют, поют и танцуют Чайковского». Тут будет и хореография, потому что у нас есть в нашем ВУЗе, есть хореография у нас, есть актеры у нас, есть телевизионщики, кого у нас только нет. Здесь будет хореография, здесь будут дети из нашей детской академии, которые будут читать стихи. Ну и здесь будет анимация. Студенты кафедры компьютерной графики готовят фрагменты по детскому альбому Чайковского. Такого тоже нигде нет. Ну и, конечно, очень такой яркий, как букет весенний, концерт камерной музыки, где будут и наши коллективы, и исполнители. Научная конференция у нас будет приурочена этому событию. Мы ждем ученых из Воронежа, из Донецка, из Ростова и многих других городов. Получается, что фестиваль продлится не один день, а несколько? Один день фестиваль никак не может продолжаться. Фестиваль – это праздник музыки. Вот, это будет три дня. Какой вы видите потенциальный возраст участников фестиваля? От семи лет и выше. Потому что у нас есть студенты, магистры, уже такие великовозрастные, молодые преподаватели принимают участие в этом празднике. Кого ждем из гостей и кто будет оценивать? Оценивать будут люди. Делается это для людей. И не для того, чтобы дали оценку. Для того, чтобы людям дать вот это, подарить это духовное богатство, воплощенное в звуки. А гости – это наш в прошлом луганчанин, профессор Московской консерватории, заслуженный артист России Юрий Тканов. И это пианистка, одна из самых известных в мире сегодня молодого поколения пианистов. Она же член Совета по культуре при президенте России, лауреат премии «Триумф» Екатерина Мечетина. Расскажите, пожалуйста, вот над чем сейчас идет подготовка? Ведь до начала фестиваля осталось не так много времени. Очень много времени занимает подготовка концерта-спектакля «Евгений Онегин». Потому что там очень много участников. Там хор, там балет, там солисты-вокалисты, там концертмейстеры, там группа актеров. Это свести все вместе – это очень сложная задача. Детская программа – то же самое. Вот уже полгода работают над сюжетами из детского альбома наши студенты кафедры компьютерной графики. Ну и детский концерт. Вот сейчас будут конкурсы. И лучшие будут достойны чести играть в этом концерте. Будет ли фестиваль иметь продолжение? Пять лет, десять лет или уже в следующем году что-то будет? А в следующем году будет 110 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича. А Чайковский звучит всегда и везде. Вот, поэтому посмотрим, как у нас пройдет сейчас. Вот, и будем двигаться дальше. Наверное, не бывает все гладко. Все-таки с какими проблемами в организации вы столкнулись сейчас во время подготовки? Ну, время сейчас непростое. Это костюмы. Нужно всех одеть. Это декорация. Спасибо, нам помогают театральные учреждения. Вот. Это… Какие еще сложности? Вот, допустим, ну, перевести реквизит из театра, а где брать машину? И все остальное. Это надо поселить гостей. Это надо поселить и как-то принять наших ученых, которые приезжают на конференции. Вот это и есть большие сложности. Все-таки музыка победит или фестиваль будет соревновательным? Фестиваль никогда не подразумевает какого-то состязания. Это праздник. Музыки здесь не раздают места, не раздают дипломы. Это вот ряд концертов, которые дают возможность людям приобщиться к искусству. А сейчас тяга невероятная, как никогда. Это так поднимет вообще дух наших луганчан, принесет им огромную радость. Надеемся, что ваши слова действительно будут иметь воздействие. Мы приглашаем всех на наш фестиваль. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин